31 мая в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах Казанского федерального университета состоялось мероприятие с целью знакомства с работой научных кружков при участии руководства и преподавателей Казанского университета. Смотрим подробности. Открытие программы состоялось на университетской площади в городе Елабуга, где развернулась выставка транспортных средств, отреставрированных или собранных с нуля. Членами студенческого конструкторско-технического бюро «Эврика». Очередной экспонат для работы кружка торжественно передал ректор Казанского университета Ильшат Гафоров, который подписал договор дарения ретро-автомобиля «Волга». Я считаю, что любой человек, конечно же, он должен уметь делать что-то собственными руками. И Техвак как раз готовит таких людей. Он готовит будущих учителей труда и мастеров производственного обучения, которые придут в колледжи. В ходе визита гости познакомились с работой кружков в главном здании и посетили университетскую школу. Следующей точкой маршрута стал набережный Челнинский институт Казанского университета. В рамках встречи руководства и преподавателей из Казани ознакомились с активно развивающимися студенческими научными кружками Челнинского филиала. За время экскурсии гости посетили 11 различных кружков и очень высоко оценили их деятельность. Кружковая деятельность – это все равно дух команды. Кружковая деятельность – это дух какого-то единомышлення. Это все равно тебе подобные люди, которые собрались по интересам. Их никто не заставил. Поэтому здесь еще одна есть тонкая такая материя – это взаимоотношение преподавателя в статусе уже куратора, мастера, тренера, наставника и самой группы. Арифа Межведилова впечатлила то, с каким энтузиазмом подходит к научной работе студенты. Он порекомендовал руководителям кружков привлекать подопечных своими собственными наработками, так как это помогает разжечь творческий азарт в учениках. В конце встречи прошли награждение лучших преподавателей и студентов-победителей конкурса «Лучшая академическая группа-2021». Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз.